Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Елена Шмелёва. И Вячеслав Крискевич, вы смотрите программу «День веков. Хронограф». 28 августа в разные годы и века родились многие известные люди, среди которых Джордж Вильерс Бекингем, герцог, английский политический деятель. И Иоганн Гёте, немецкий поэт. Дмитрий Равинский, российский государственный деятель, юрист, историк искусства, коллекционер. И Владимир Шухов, советский инженер, конструктор башен, строитель первого нефтепровода в России. Джордж Хойт Уилл, американский врач-патолог, лауреат Нобелевской премии. И Михаил Чехов, российский актёр и режиссёр. Аркадий Стругацкий. И Юрий Трифонов, советские писатели. И Наталья Гундарева, советская актриса. Сегодня 28 августа. Вы смотрите программу «День веков хронограф». Этот день в истории человечества был отмечен следующими событиями. В 1609 году английский мореплаватель Гудзон открыл Делавер, залив Атлантического океана. А в 1739 русская армия под командованием Миниха в ходе русско-турецкой войны 1735-39 годов разбила турок под Ставучанами. В 1823 году цесаревич Константин составил манифест об отречении. А в 1850 в Веймаре прошла премьера оперы Рихарда Вагнера «Лейнгрин». В 1910 году Черногория провозгласила полную независимость от Турции. А в 1941 был принят указ Президиума Верховного Совета СССР, положивший начало депортации немцев по Волжье на спецпоселения в Сибирь и Казахстан. В 1956 году в Киеве был открыт памятник украинскому писателю Ивану Франко. А в 1968-м чешский парламент объявил незаконным вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию. Сегодня 28 августа. В эфире программа «День веков хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 28 августа 1739 года российский генерал-фельдмаршал Миних одержал победу над турками в битве у молдавского селения Ставучаны. Поводом к русско-турецкой войне 1735-1739 годов послужило нападение крымских татар на российские пограничные земли. Петербург этим воспользовался, учитывая, что Турция находилась в состоянии войны с Персией, и Россия выступала совместно с Австрией против Османской империи. В начале кампания складывалась не совсем удачно для России. Гибло много солдат от тяжелых природных условий дикого поля, но отважное русское войско двигалось навстречу крымским татарам и вскоре овладело Азовом. Позже Миних взял крупные крепости на Черноморском побережье – Перекоп и Очаков. В дальнейшем основные военные события проходили в районе современной Молдавии, у реки Днестр, и именно там произошло генеральное сражение двух армий у села Ставучаны. У турков было полуторное превосходство в силах и в придачу укрепленная крепость, но Миних решил принять бой. Главные русские силы перешли на правом фланге через речку Шупанец и приблизились к турецкому лагерю. Велипаша решил окружить их фланговыми ударами, но все их атаки провалились. Русские перешли в контратаку и ворвались в лагерь Велипаши. В турецком стане началась паника, и армия Оспанской империи обратилась в бегство. Ставучанское сражение стало крупнейшей победой российских войск в этой русско-турецкой войне. После него турецкая армия перестала существовать как организованная сила. Ее отряды спешно отступали за Дунай, а Молдавия приняла российское подданство. После этих событий победа была уже не за горами, но Австрия заключила сепаратный мир с Турцией. Россия, опасаясь, что войну сама выиграть не сможет, присоединилась к белградскому миру 1739 года. Ценой гибели многих русских солдат была взята крепость Азов и завоевана право на содержание военного флота в Черном море. 28 августа 1790 года в ходе русско-турецкой войны 1787-1991 годов русская эскадра у Тендры наголову разбила турецкую эскадру. Тендра – это остров на северо-западе Черного моря, ныне Тендровская коса. 28-29 августа 1790 года около него произошло двухдневное сражение между русским флотом под командованием контр-адмирала Федора Ушакова и турецким флотом под командованием капудан-паши Хусейна. В августе 1790 года Ушаков получил приказ освободить для российских судов устье Дуная, которое контролировал турецкий флот. 28 августа на подходе к Днепровско-Букскому лиману были обнаружены турецкие суда, стоявшие на якоре между островом Тендра и крепостью Хаджибей. Адмирал Ушаков сходу атаковал противника, а в линейное построение выстроил корабли только на подходе к туркам. При этом он вывел из линии три фрегата для обеспечения маневренного резерва на случай перемены ветра и возможной при этом вражеской атаки с двух сторон. Бой продолжался несколько часов и под мощным огнем русских кораблей турецкий флот пришел в расстройство. Неприятельские корабли обратились в бегство, а русский флот до самого позднего вечера преследовал турок, пока темнота и усилившийся ветер не вынудили его прекратить погоню и встать на якоре. На рассвете 29 августа неожиданно оказалось, что турецкие корабли находятся в непосредственной близости от русских. Ушаков отдал команду преследовать противника. Турецкий 66-пушечный линейный корабль «Владыка Морей», потеряв командира, сдался без боя. Затем огнем русских корабельных пушек был поражен и взорван 74-пушечный флагман «Капудание». Вместе с флагманом на дно ушли около 700 человек команды и казна турецкого флота. Пожар и взрыв огромного адмиральского корабля, гибель сотен людей у всех на виду произвели потрясающее впечатление и окончательно сломили турок. И только усилившийся порывистый ветер, переменивший к тому же направление, не позволил русским окончательно уничтожить врага. Но в результате победы у «Тендеры» было обеспечено господствующее положение русского флота в северо-восточной части Черного моря. 28 августа 1823 года великий князь Константин Павлович отрекся от престола. В 1801 году, после гибели отца, Константин стал в соответствии с актом Павла I 1797 года наследником своего бездетного брата Александра I. Но царствовать Константин не хотел и прибавлял «меня задушат, как задушили отца». И вот в 1823 году Константин, ссылаясь на марганатический брак с польской графиней и на свою неспособность к государственному управлению, заявил, что не может править Российской империей. Его отречение было оформлено в виде манифеста Александра I, которое следовало огласить после его кончины. В силу этого решения наследником престола становился следующий брат – великий князь Николай Павлович. Сам же манифест находился в Московском Успенском соборе вплоть до 1825 года. Когда в 1825 году в Таганроге умер император Александр I, манифест был вскрыт и оглашен. Однако большинство членов Государственного совета и сам Николай Павлович не нашли возможным выполнить волю покойного императора. Они боялись создать юридически небезупречный прецедент необсуждаемой посмертной воли государя. И они тут же присягнули императору Константину I. К присяге была приведена армия и даже была отчеканена монета с его профилем – знаменитый редчайший константиновский рубль. Тогда Константин, находившийся в Варшаве, потребовал соблюдения манифеста и снова подтвердил отречение. Только после этого Николай Павлович был провозглашен императором. Этим обстоятельством воспользовались декабристы, отказавшиеся присягать Николаю I. После отказа от престола Константин до конца жизни продолжал титуловаться цесаревичем, хотя из очереди престола наследников был исключен. 28 августа 1879 года Владимир Ульянов был принят в первый класс Симбирской классической гимназии. Проучившись 8 лет, будущий лидер революционного движения закончил гимназию с золотой медалью. Живой, пытливый ум, серьезные отношения к занятиям сделали его лучшим учеником. Переходя из класса в класс, он получал первые награды. Среди молодежи он был известен как хороший пловец, конькобежец и шахматист. Но уже тогда в нем начали зреть его революционные взгляды. Его учитель Керенский, отец знаменитого эсера, упрекал молодого Ульянова за его сочинение об угнетенных классах. Сам же гимназист всегда утверждал, что на него повлиял в те годы старший брат Александр. Несмотря на все успехи в учебе, для Ленина эти годы были печальными. В 1886-м умер отец, а в следующем году его брата казнили за попытку цареубийства. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других, не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи.